Немножко рассказать о проделанной работе, о видении перспектив. Если говорить по перспективе в Нижний Пянч, то кратко можно сформулировать видение. Нижний Пянч – это инструмент, ключевой узел взаимной торговли, промышленного производства, переработки продукции России, Таджикистана и, самое главное, может быть, Афганистан. Итак, юг Таджикистана и Нижний Пянч являются воротами в Афганистан и, к слову сказать, не только в Афганистане, но и в Пакистане. На мой взгляд, это довольно уникальная точка, создана Таджикистаном и руководством республики. Созданы все условия для работы, в частности, свободно-экономическая зона, может быть, даже и полностью недосмысленно, но, наверное, интуитивно созданы именно идеальные условия для формирования трехсторонней, может быть, даже не трехсторонней, а многосторонней торговли. Что хочется отметить по позициям? Производство продуктов питания, производство кормовой базы для промышленного птицеводства, плюс логистический центр для обеспечения устойчивой многосторонней торговли. Вот даже я себе помечал, написал сначала трехсторонней торговли в России, Таджикистан, Афганистан, но все-таки открывается рынок Афганистана, и поэтому я зачерпнул и написал многосторонней торговли товарами народного потребления. Юг Таджикистана с помощью инструмента Нижний Пянш открывает возможности для таджикско-афганского сотрудничества. Например, если обсуждать производство продуктов питания, каких-то там птицей, то с северными афганскими территориями, с провинцией Худус, если конкретно, можно обсуждать вопросы выращивания кормовой базы для комбикормов и прочего. Как направление? Ну, отмечу, что создана интересная зона, и она не ограничивается только продуктами питания, а в принципе производство, переработка продукции для двух основных рынков – Афганистана и Таджикистана. Можно увязать и взаимную торговлю, взаимовыгодную, и создавать в Нижний Пянш расчетный центр. Расчетный центр, есть некие сложности с теневой экономикой, и, может быть, официально у многих афганцев и нет денег, но за счет теневой экономики такие возможности есть, и есть инструмент, проект инструмента, который бы эта проблема вошла. Это касается юга Таджикистана, вкратце, если говорить. Хотелось бы отметить более глубже идею о фабрике «Страна-фабрика». Проектная экспедиция в Иван и общение с уважаемой корпорацией ТАЛКА приводит к следующим задумкам и выводам. Преступно, непонимательно мы относимся к потенциалу республики Таджикистан, именно к горнорудной промышленности и вопросам переработки горнорудной продукции. Еще с Советским Союзом, по приблизительным оценкам, в Центральную Азию, в Афганистан и, прежде всего, в Таджикистан были вложены по понынешним меркам сотни миллионов миллиардов долларов в геолого-разведку, в сбор данных. Сегодня эти данные преступно не используются. Я думаю, что можно говорить и нужно говорить о создании российско-таджикского горно-промышленного центра в Таджикистане, совместное инвестирование в эти отрасли. Фактически, эта работа является просто продолжением. Это то инвестирование в советский задел, капитализация тех вложений, которые сделали наши отцы и деды. И не использовать это, это просто, на мой взгляд, мое личное мнение, преступление перед родителями и отцами и дедами. Следующий момент хотелось бы отметить, уже на более приземленном уровне. Предыдущий наш визит в Таджикистан познакомил нас с проблемой шелководства, коконоводства. Есть инициатива, есть работа профессора, которые предлагают выращивать кокон на новых условиях, в новых рыночных условиях и с использованием современных технологий. Я думаю, что мы эту работу продолжим. Знакомство состоялось. Сегодня продолжим обсуждение возможных проектов в этом направлении. И в заключение хотел бы продолжить посыл Юрия Васильевича по поводу молодежной команды. Мы начинаем создавать, продумывать конкретные проекты. По нижнему пянджу будем готовить с нашими партнерами, коллегами. Хотелось бы попросить российско-таджикский и славянский университет, может быть, помочь найти молодежь, которая была бы интересна участвовать в создании этих проектов, в работе над ними. Таким образом, начать практически пытаться собирать молодежную команду, которая в последующем выступит авангардом республики Таджикистан и вопросов совместного развития. Спасибо. Слово «нижний пяндж» в вашем выступлении, Юрий Васильевич, в этом выступлении, прозвучало как некий такой фетиш, вокруг которого можно формировать политику развития Юга Таджикистана. Не кажется ли вам, что такое отношение именно к нижнему пянджу связано с тем, что вы только там и были? У нас еще целый ряд пунктов в Таджикистане, которые надо обследовать и сравнить. Вообще возможности, перспективы и так далее, в том числе и Манифское направление, и Московское направление, и Сарыгор, и Сарыо, и целый ряд других участков. Вот у меня сложилось, может быть, это неправильно, такое впечатление, что «нижний пяндж» называется сегодня, потому что вы там вы. Георгий Владимирович, честно скажу, я рассчитывал на вашу критику. Это не критика. Нет, на замечания и на отношения. На самом деле вы полностью правы, абсолютно. Сил у нас не хватило в этот раз. Я сегодня докладываю о проделанной работе, и честно вам скажу, что то, что вы заметили, это я не сделал, и постараюсь исправиться в будущем. С вашей помощью. С Богом, Господи. Я все-таки, ну, с другой стороны, я бы все-таки добавил, что, знаете, очень важно найти точки, именно расселенческие точки. То есть речь шла не о том, что в «нижнем пяже» все богатства Таджикистана, это никто не говорил, а речь идет о том, чтобы найти точки, по которым дальше, как маркер, мерить идет подъем и развитие или нет. Поэтому речь идет только про это. Ну, вообще любые поиски всегда точки в точках не надо сравнивать. Так поэтому предлагайте такую точку, где население конкретно, где есть правильные. И что-то есть. Хорошо.